И всем привет! С вами Wages of Sin. Мы продолжаем играть в Властелин колец онлайн. И это у нас первая серия четвертого сезона, которая будет называться, скорее всего, Пустоши. Да, так и будет называться Пустоши. Ну и, пожалуй, наверное, вы даже с первого раза угадаете, куда мы сейчас продвигаемся. Естественно, мы едем в Пустоши. Как я и говорил, я буду, пожалуй, записывать данное путешествие полностью. На табличке, короче, вообще ни хрена не написано, но если навести, то будет написано Пустоши, а тут город Бри. Нам, естественно, туда. Печален, конечно, что могильник до конца не выполнили. Ну да ладно. Попробую как-нибудь за кадром найти народ, который захочет потусить в могильнике. Тем более, что у меня еще деяния там полного в этом могильнике. Так что, я думаю, еще покатаемся там. Так, и что это у нас за фермочка такая? По дороге в Пустоши. Кто у нас здесь живет? Тут явно кто-то живет, но никого на улице нет. Это печально. Это скучно. Это неинтересно. Поехали дальше. Так, так, так. Да ладно. Серпица хорошо. И Серпица 2. Серпица 3. Ну, возможно, попытаюсь где-нибудь здесь этих Серпиц набить. Но хотя их только 3 штуки. И это, по-моему, граница комариных топей, да? Давайте я сейчас быстренько в бреломное угодье еще сбегаю. Ты же правильно его назвал? Абсолютно верно. Просто гляну, какие мобы. Вон, видите, это уже забытый приют, в принципе, таверна. То есть мы уже на подходе к нему. Битый клык. И страж белой руки. Но это уже не то, что нам надо, потому что это уже, по сути, пустоши. Ну, пока еще комариные топи, но, по сути, уже пустоши. Потому что вот все, трава заканчивается, начинаются реально какие-то степи. Опять же, как видите, никакой подгрузки нету. То есть единое пространство. И вот это вот, именно такое вот, мне нравится. Потому что, допустим, в той же Lineage тоже весь материк был одним целым. То есть не надо было никуда там переходить, что-то делать. Да, давайте вот сюда привяжем. Сюда привяжемся в пустошах. И вот у нас, собственно, забытый приют был, таверна. Такой уже подбитый, разбитый конюх. Обязательно его откроем. Ну и что, давайте заглянем внутрь. Самое интересное, естественно, внутри. Поручения никакие делать вообще не буду. Потому что тут, помимо повышения фракции, ничего нет. А если я буду выполнять абсолютно все квесты, то я, скорее всего, и так повышу. Без проблем. Но если не будет, конечно, там буду поручения выполнять, хрен бы с ними. Ух, 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 как вас тут всех много-то, а? Я еще тоже слишком большой для этого места. Давайте поставим все кроме вот этого. Итак, доставить письмо Лили торговцу Кандаку. Кандаку. Вот он стоит. У тебя письмо от госпожи Запискунс? Ну, конечно, от кого же еще? Если бы она только вошла в наше положение, позволь, я все объясню. Я веду дела с братьями Мюнс. Они тоже здешние постояльцы. Они ищут в руинах древние реликвии и меняют их на еду и припасы у меня. И прочих желающих. Наши дела долго шли хорошо, но появились гоблины. И торговля сошла на нет. Мне нечего предложить покупателям и сбри. Братья Мюнс больше не могут ходить в руины. Они, как и мы, лишились источника пропитания. Госпожу Запискунс беспокоит лишь то, что она не сможет похвастаться перед подругами арнорскими древностями. Тем временем Мюнсам и всему их народу грозит гибель. Я, пожалуй, тебя понял. Я расскажу тебе о том, что меня тревожит. А ты уж решай, помогать мне или нет. Мюнсы приносят мне глиняную посуду и безделушки, которые находят в руинах пустошей. Эгланы считают эти края землей своих предков. И торговля древностями для них главное средство существования. Но недавно руины, где они проводили раскопки, заняли гоблины. Теперь Мюнсы не смогут добыть для меня глиняную посуду. И я не выполню заказ госпожи Запискунс из Бри. Если она не получит свою посылку, я останусь без денег. К юго-востоку от таверны Забытый Приют есть долина, где раньше бродили волки. Там находится разваленный минус Реола. Среди руин попадаются осколки глиняной посуды, а иногда и целые предметы. Если ты принесешь мне несколько образцов, я неплохо тебе заплачу. Будь осторожнее. Пустоши полны опасностей, особенно в эти неспокойные времена. Да они, по-моему, и тогда-то опасностями кишили. И хозяину таверны нам тоже. Нам тоже надо сдать этот квест. Опорочное имя Репеникса. Господин Репеникс прислал мне расписку на сумму долгу. Я не стану отказываться, но ведь я не просил у него денег. Настали тяжелые времена и работник Репеникса может быть в беде. Братья Мюнсы ищут в руинах реликвии. Вон Годарик, а вон там Гунульф. Они добрые люди и не промышляют разбоем. Их выгнали из дома гоблины и прочие злые создания. Кажется, орки у Мюнсов больше... Кажется, у Мюнсов больше... Кажется, орки. У Мюнсов больше нет реликвий на продажу. И работник Репеникса задумал торговать напрямую с гоблинами. Хрена себе. Письмо, что я отправил Репениксу, было не от меня. Его подкинули гоблины. Они схватили его работника. Думаю, он и составил письмо под их диктовку. Если он еще жив, его, вероятно, держат к северо-востоку отсюда. Там большое стойбище гоблинов. Так он говорил. Сможешь выручить его, а? Еще и награду надо. Гланток прибежал. Уже награды вовсю дают. Ужас. 2.45. Башмаки возьму. День добрый, охотник. Что тебе надо? Разве я тебя звал? Впрочем, неважно. Мой груз не вернулся из Бри. И я отправил туда повозку с неделю назад. А может и больше. Я уж не уверен, но отправлял ее точно. И когда, и где она теперь? Кто мне скажет? Я отправил ее на запад в сторону Бри. И она уже должна была бы вернуться. Я хочу знать, что осталось с продуктами. И вознится. Надеюсь, он не столкнулся с гоблинами. Много их тут развелось в последнее время. Ты не поможешь? Не прогуляешься в сторону Бри. Ищи к югу и северу от дороги. Если что-нибудь узнаешь, возвращайся ко мне. Окей. На самом деле, я тут вспомнил одну штуку. Он же у нас хозяин таверны. А у хозяина таверны, скорее всего, будет какое-то пойло интересное. Забытый сидр. Это как раз один из АБТЛ тоже. Хм. Забытый сидр. Противный, как нрав гоблина. Пойдет. Забытый эль. В Средиземье есть множество знаменитых сортов пива. Но этот к ним не относится. Угу. Пойло. И пойло тоже. Ух. Плесневелый ячмень. Гнилой хмель. А про воду даже не спрашивайте. О, Господи. Какой тут ужас продается. Ладно. Давайте забытый сидр жахнем. Итого 10 из 23. И нам уже сразу похорошело. Охренеть тут квестов. Просто завались. Давайте посмотрим здесь. Я зарабатываю на жизнь торговлей с постояльцами этой таверны. Вернее, зарабатывал. Пока не появились гоблины. Теперь мои поставщики боятся ходить в руины. А я сижу без товара. К сожалению, это не снимает с меня обязательств перед Орли Краснокустом, моим нанимателем в Бри. У подножия руин Миносореолог, юго-востоку от забытого приюта, есть долина, где можно найти монеты и всякие древности. А еще там уйма волков. И если ты раздобудешь немного их зубов, я приложу их к посылке бесплатно, чтобы Оли простил мне задержку. Прошу, помоги мне добыть эти древности. Я неплохо тебе заплачу. Отправляйся в долину у подножия Миносореола и принеси мне монет арнорских древностей и волчьих зубов. Отлично. Прям как ведьму. Скорь рецепт. Иди нахер. Иди нахер. Иди в жопу. Ёб моё. Моя голова. Тут столько квестов, господи. Это же на целую серию чисто читания квестами. Ладно, я тут все равно нихера не вижу, что происходит. Поэтому у нас есть ровно 3 минуты, чтобы почитать квесты. Сейчас, секунда, я тогда уйду на паузу и вернусь, и прочитаем все вот эти вот 7 квестов, которые у нас еще предстоят. Итак, давайте у Ориноры. Одеяло из загнанных волков. Даже в эти глухие края заходит множество путников. Воды рядом нет, лишь грязные затклы болота. Но у нас есть колодец, но этого едва хватает, чтобы дать поглотку постояльцам. Одеяло латано-перелатано, и пора бы сшить новые из волчьих шкур. Мех варгов чересчур жесткий, а вот волчий пригодится. Если как следует расчесать его гребешком. Если наши беды трогают твое сердце, и если у тебя есть время, я бы попросила тебя о помощи. Куда мне самой брести через бурелом в поисках кровожадных волков? Волки с хорошим мехом водятся в нескольких местах. Они обитают в руинах Миносореолог, югу отсюда. Но там же бродят гоблины и варги. Есть волки и в буреломном угодье, к северу-востоку отсюда. Наконец они бродят у Комариного ущелья. Но там встречаются твари куда страшнее волков. Когда будешь шкурой, возвращайся ко мне, и я тебя отблагодарю. Жапец. С тех пор... Пышные подушки. С тех пор, как прибыл этот Гаррик Мюнс, я не знаю отдыха. Обычно у нас месяцами нет гостей. Сейчас постояльцев столько, что не передохнуть. Анлав хочет, чтобы все было как полагается, и он просто изматывает меня. Проверяя, все ли убрано, приготовлено и сделано. Я не успеваю следить за всем. Я очень признателен тебе за помощь и хочу попросить еще об одной услуге. До одного дела у меня так и не дошли руки. Надо заменить подушки. Вся набивка утряслась от постоянного использования. Так что мне нужны свежие перья. Мы не можем позволить себе держать уток, но сгодится и перья птиц, кружащих над северными холмами. Там множество острококтых и зорких карибанов. Принеси мне их перьев, и я заплачу тебе. Ступая к буреломному годию карибанов, часто видно над вершиной заверти. Не крутая новость совершенно. Старый полынник заведует... Рожки да ножки. Старый полынник заведует здесь готовкой, но у меня есть парочка собственных рецептов. И кое-кто из постояльцев их обожает. Да так, что я не успеваю запасать продукты. В недавней суматохе мы потеряли все наше небольшое свиное стадо, а мне нужна свинина. Мне требуются голени... Мне требуются голени и кости вепря. Я не стану раскрывать тебе свои секреты, скажу лишь, что костный мозг придает голени в собственном соку особый вкус. Снять шкуру, натереть солью и лакомство готово. Вепри водятся у нас в округе и на северо-востоке в буреломном угодье. Да и не всякая голень годится в пище. Но это намек на то, что не с каждого вепряба у нас будет падать голень. Большая кража. Меня зовут Гадарик Мюнс. Гадарик Мюнс. Я из племени Эгланов. А я меняю артефакты, которые нахожу в пустошах, на еду и другие необходимые вещи у любителей древности избри. До недавнего времени дела мои шли бойко, но с тех пор, как тьма окутала наши земли, нашему народу Эгланам грозит голодная смерть. Гоблины заполонили пустоши и торговля остановилась. Они напали на нас и мы были вынуждены бежать, выбросив вещи к юго-востоку от забытого приюта. Лежит долина, в которой находятся древние арнорские руины. Это место называется Миносориол. И оно очень дорого моему народу. Можешь сходить туда и забрать реликвии из брошенных ящиков? В них наши последние находки. Хорошо. Охотники становятся дичью. Мои люди испытали ужас, когда варги ворвались в руины, подгоняемые ударами плетей своих хозяев. Свирепые и кровожадные не пировали телами моих соплеменников, не щадя раненых и умирающих. Эти звери должны быть наказаны, чтобы мой народ вновь обрел силу. Варгеры ищут в развалинах Миносориола, дома которого мы лишились. Мы должны унизить зверей, лишив их хвостов, и доказать их слабость. Выследив варгов, убей их, отруби им хвосты и принеси их мне, и я вновь увижу улыбки на лицах моих соплеменников. Капец. Отмщение за погибших. Нападение гоблинов дорого нам обошлось. Многие из выживших погибнут от голода еще до конца года. Гоблины должны заплатить за коварное предательство. Кажется, ты знаешь толк. В сражениях сумеешь расправиться с гоблинами в развалинах Миносориола. К юго-востоку отсюда. Я хочу отомстить за павших эгланов. Хорошо. И ценная добыча. Блин, а вот это уже идет по ходу, опять же, трехразовый квест. Мои претензии к гоблинам сводятся к простому правилу. Око за око, хотя, возможно, этого и недостаточно. Гоблины убили много наших соплеменников, и я хочу отплатить им той же монетой. Если ты поможешь мне в этом, тебя ждет награда и признание моих товарищей. А какой уровень второй? Для моей мести подойдут любые гоблины из тех, что вводятся к северостоку от нашего лагеря в глубинах Миносориола. Ведь у них есть ножны, по которым я смогу узнать, что месть свершилась. В кожаных ножнах гоблины таскают свои смертоносные кинжалы. Разыщи гоблинов, убей и забери у них их ножны. Принеси свои трофеи мне, и я дам тебе достойную награду. Окей. Окей, окей, окей. Теперь. Давайте пробежимся по забытому приюту. Тут у нас спит какой-то алкоголик, видимо, из Москвы. Тут у нас кто-то что-то орет. Палма. Не ты орешь? Тут пусто. Дверь в никуда. Тут. Тут какая-то странная стенка книжная. Тут путники спят. Хорошо. Смотрите, что сейчас мы будем делать. Сейчас я выбегу на улицу. Я посмотрю по квестам, где их дислоцировать. И, соответственно, после этого побегу. Ну, после этого с паузы вернусь, соответственно, и покажу, куда мы побежим. Ой, это плохое место. Вот только что на заставке было. Я туда, честно говоря, не хотеть. Ммм, еще квесты. Констебль. Добро пожаловать, хоббит. Я здешний констебль. Твое тело мое отдряхлело и не способно на подвиги. Но мой ум по-прежнему острый, и я понимаю, что мы в беде. На севере, за завертью, вдоль комаринового щелья, бродят волки и орки. А нун лос заполонили вепри. Они не дают нам покоя. У меня к тебе предложение. Защити нас от этих бед и принеси мне доказательства своих подвигов. А я под подвигов, а я позаботюсь о достойной награде. Ну что, по рукам? По рукам. Но не у кошки же квест брать. Где еще-то? У тебя, что ли, женщина? Белин, да нет. У кошки? Нет. Явно не у кошки. У тебя, наверное. А где я забыл квесты взять? Блин. Черт, что-то их много становится. 15 квестов. А, вот. Лива-лиль. О, это тоже трехразовый. Хорошо. Я не только забочусь о идее постелях в таверне, а еще и неплохая швея. Анлав попросил... Прям как у Анлав. Анлав попросил меня приготовить гоблином с Анун Лоса небольшой сюрприз. Анун Лоса. Это маленькое страшное пугало. Было бы готово еще несколько недель назад, но не находится смельчака, который бы рискнул жизнью и добыл у гоблинов то, чего мне не хватает. У меня есть все необходимое, кроме гоблинских накидок. Если у тебя есть желание, сходи в руины Миносариола, шток юго-востоку отсюда или на поля Аннун Лоса и добудь для меня гоблинских накидок, чтобы я закончила это несчастное пугало. Ну, надеюсь, на этом-то у нас квесты завершились. А то у меня так... Нахрипнуть нахрен можно. А-а-а! Я вас ненавидеть! Сильно ненавидеть! По-любому у кого-то еще один квест. Прости, я не расслышала. Тебе что-то нужно? А, ну это забытый приют-квест, который у меня пока закрыт, так как у меня не оплачена випка. А чтобы... Инстанс один купить-то, вы что, и долбанулись, что ли? Ин... Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте тогда сразу же глянем. Инстанс... Что у нас по инстанциям есть? А больше у нас ничего нету, он один вообще. Ладно, не хочу. Но я понял, что квест этот есть. Так, ну все, действуем по старому плану. Я просто уже попозже випку проплачу. Как будет настроение. Так, сейчас я ухожу на паузу, смотрю, где у нас квесты. И уже встречаемся непосредственно, выполнив там 1-2. Увидимся. Так, ну что ж, дело у нас на самом деле до хрена. И давайте вначале пропавшую повозку попробуем найти. В принципе, большинство квестов у нас ссылается на Миносариол. Соответственно, проблем не так-то и много. Так что, в основном, наверное, будем в Миносариоле вначале лутать. А эта повозка разграблена, судя по отметинам на бортах. Нападавшие были вооружены копьями. А где отметки, я что-то не понял. Найти возницу. Блин. Не туда побег походу. Ладно, давайте отбежим. Вокруг. Иди возница. Где-то здесь. Хочешь по щам. Ух ты. Много хп. Круто. Чё, 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 чё это было? Я чуть не понял. Чё мне прилетело до хрена всего? Репутация с фракции Эглана улучшилась на 16 единиц. Бонус 8 единиц. Чё это за хрень? Ключевой предмет. Кулон сияет на солнце. Он не гоблинской работает, так как сделал слишком аккуратно и чисто. Кто-то недавно его лишился. Возможно, кондайт или кто-нибудь в завытом приюте знает, кому принадлежит этот кулон. Ну, отлично вообще. Хобби ческрытность. Одолеть гоблинов. Угу. Угу. Хорошо. Это возничья, а не возница. Спасибо, Кэп. Очевидно. Поговорить. Хорошо, давайте убьем этих упырей. Нам загоблинов дают просто этот. Репутацию с фракцией. Нахрена мне вообще её? Ой, ну, в смысле, не нахрена мне эта репутация с фракцией, а... Ну, короче, не важно. Я понял, что хотел сказать, и ладно. Так, гоблинские накидки. Оуу. Ну, это что за дрищ? Не понял. С него тоже что-то упало? Быть того не может. Это же говно мелкое. Да, ничего с него не падает. Ну, что, побежали тогда обратно в забытый приют. Сдадим квест по возницам. И на этом серию завершим. Так, камнеметатели. Да, в принципе, гоблинки-то... Гоблины прикольные, мне нравятся. Я бы их помочил. Ой, туда бегу. С кулоном еще нам надо будет разобраться. Чей туфля. И потом все будет круто. Так, еще бы помнить, у кого я взял этот квест на возницу. По-моему, трактирщика. Ага, верно. Пропавшая повозка. Что? Гоблины разграбили мою повозку? Вот горе-то, чем я буду кормить постояльцев? Просто беда, не знаю, что теперь и делать. Ну, дать мне еще один квест, естественно. Не обращая внимания на название нашей таверны, в этих местах обретают... обретают забвения лишь те путники, что слишком отклоняются от дороги и попадают в лапы гоблинам. Кровожадные твари, которым давно пора указать их место. Вот кто эти гоблины. Ты вроде крепкого сложения. Может, покажешь этим негодяям, что им тут не рады? В окрестностях таверны их множество. Люди такие трусливые. Сам поражаюсь. Если гоблины дальше будут шнырять вокруг таверны, мне придется заколотить дверь с досками с крыши и ждать помощи. Дверь досками с крыши и ждать помощи. Если ты отважишься сразиться с гоблинами, поищи их в полях Анон-Лосе, в древних руинах Минос-Ореол и Гвостоку отсюда. Там у них стойбище. Ну, что я могу сказать? Наш путь теперь пролегает в Минос-Ореол. Чего у нас по заданию? Ну, как всегда, 15 штук истребить гоблинов. Ну, это, я думаю, у нас в достатке будет. Слабость врага. Ну, ладно. В следующей серии еще два квеста будет. Ну, что, на этом давайте серию завершать. С вами был Вечсов Син. Это была игра Властелин колец онлайн. Четвертый сезон Пустоши. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok